Шахматисты 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 В пятом столике играет Баадур Джабава, который наконец-то взобрался наверх, но несколько поздновато. Дело в том, что у него на очко меньше, чем у лидеров. И я думаю, что не существует таких математических раскладов, чтобы он оказался наверху. Я имею в виду на первом месте. Давайте перейдем в турнирный зал, посмотрим, какая обстановка народ занимает свои места. Кстати говоря, очень хорошие, теплые слова я хотел бы сказать в адрес судейского корпуса. Честно говоря, поначалу было полное такое ощущение, что наш репортаж затянется надолго, до 11 вечера. Но вот у нас нет еще и девяти, а последний тур на очереди. Очень ускорилась жеребьевка, но и самое главное, сбор результатов. Это самый сложный процесс, собрать все результаты, это безумно сложно. А вы же понимаете, что жеребьевочная программа не будет работать до тех пор, пока не заведен последний результат всего этого массового турнира. Но поэтому, кстати говоря, посреди перерыва я слышу зычный голос судьи, который призывает участников все-таки сообщить результат своих партий. Да, вот я сейчас вижу сквозь стену, как Анджей Филиппович все-таки делает еще какие-то объявления перед последним туром. Ну вот Рауф Мамедов у нас разминается перед решающей битвой. Кстати говоря, заметьте, как много пустых столов. Ну, мне кажется, шахматисты просто уже настолько устали, что не имеют сил доползти до своего стола. Вот, после партии они ушли, но никак не могут прийти назад. Меня, честно говоря, удивляет то, как много среди наших зрителей маленьких детей. И я, признаться, им по-хорошему, по-белому завидую. Как бы я хотел быть маленьким и посмотреть на то, как играют в шахматы взрослые дядьки. Но представляю себе, насколько это тяжело выдержать такой большой день. Ну вот некоторые молодые шахматисты у нас еще и играют в шахматы. Видите, что молодые россияне в массовом порядке приехали в Белоруссию. Ну вот я знаю, что у Людмилы Сергеевны Белавенец 45 учеников приехали из Москвы, из одной только школы Петросяна. Так что десант очень серьезный. Ну, чем хороша Белоруссия для нас, для россиян, что не нужно ни виз, не нужно ничего. То есть можно ехать даже просто по российским документам. Это, конечно, очень приятно. Вот до этого чемпионаты Европы были, несколько чемпионатов в Польше. Но туда все-таки надо делать визу. Это иностранное государство. И не у всех есть зарубежные паспорта. Так что это целая большая проблема. Ну, а Белоруссия часть нашего союзного государства. В общем, здесь мы чувствуем себя не просто как дома, здесь мы просто дома. Как и белорусы в России. Так, вот Александр Рязанцев на ваших экранах. Он играет с Миколой Бортником. И дальше на четвертом столике Грачев Андреасян. Собираются шахматисты. Рауф уже не улыбается. Уже тяжело, конечно, демонстрировать оптимизм. Тоже, конечно, подустал. А вот это Владимир Белаус. Смотрим пока на него со спины. Но, наверное, увидим. И увидим из другой точки зрения. Молодой, но уже достаточно опытный российский шахматист. Я его помню 12-летним парнишкой на школе Бореева в Дагомысе. Тогда было несколько очень талантливых, активных пацанов. Аниш Гири, Санан Сюгиров, Владимир Белаус. Но потом судьба, дорожки этих шахматистов разошлись. Аниш Гири переехал в Голландию, стал одним из сильнейших шахматистов мира. Но вот Володя Белаус, к сожалению, не смог пробиться в элиту. Но, как знать, может быть еще его лучшее выступление впереди. Для начала ему надо стать чемпионом Европы по блицу. Для этого надо дважды обыграть Рауфа Мамедова. Что, конечно, очень непростая задача. А вот это Дарья Пустовойтова сейчас была на ваших экранах. Еще раз перед ней извиняюсь. Так, Александр Рязанцев сосредоточен. Командирские часы всегда на своем месте. Отсчитывают последние секунды перед началом 11-го спаренного тура. Как же хорошо стало с видением шахматного телевидения. Мы видим шахматистов за их столиками. И в самые критические моменты мы можем видеть, как они переживают, как они нервничают. Это всегда интересно. Причем для этого не обязательно ехать на турнир. Можно сидеть у себя дома в Мельбурне или на Аляске и все это видеть своими глазами. Так, Эрнест Инаркиев сейчас оглядывается, смотрит практически на нас. Ему так и не удалось взобраться наверх. Давид Навара наверняка сейчас находится в подавленном состоянии духа. Но вот видите, он далеко уже от лидерских столиков. Лидировал, лидировал, да так и не остался лидером. Игорь Коваленко, вот я вижу на дальнем плане. Александр Рахманов. Много известных шахматистов, которым так и не нашлось место в лидерской лодке. Лодка очень маленькая. Ну, а Титаник у нас большой. И многие-многие пассажиры утонули вот там вот в недрах турнирной таблицы. К счастью, все останутся живы, в отличие от известной истории. Вот я вижу Иван Попов. Так. Иван Попов. Так. Кто дальше? Кто следующий? Константин Ландо все время находится рядом с лидерами, но так и не смог взойти наверх. Но можно сказать, что этим шахматистам просто не хватило турнирной дистанции. Еще бы туров 10, и тогда бы они показали бы всем известный лапоть в руках Никиты Хрущева. Ну что, я думаю, пора стартовать. Театральная пауза становится слишком длинной. Я думаю, что сейчас последние шахматисты уже занимают свои места, и судьям пора свистеть начало матча. Вот интересно, кстати говоря, я не читал положение, как будет решаться исход борьбы в случае дележа. Согласитесь, если сейчас у нас дележ первое-пятое место, вполне возможно, что и по окончании последней партии тоже у нас будет дележ. По каким показателям будет решаться, кто будет первым? Вообще, я как зритель, конечно, выступаю в таких ситуациях за переигровку. Я считаю, что поделившие первое место, ну, не должны какие-то дополнительные показатели решать, кто первый, кто второй, кто третий. Они должны сесть за доску и быстро на наших глазах в яркой, бескомпромиссной борьбе решить, кто из них сильнее. Но, с другой стороны, это будет продлевать наш репортаж, продлевать наш и без того длинный день. Я уверен, что организаторы все-таки мечтают каким-то образом закрыть этот чемпионат побыстрее. Кстати говоря, я могу сказать, что после окончания последней партии наш репортаж, видимо, будет просто-напросто завершен. Даже если состоится какое-то закрытие, ну, я так думаю, что все желающие могут пойти в турнирный зал его посмотреть, ну, а в интернете мы, наверное, показывать не будем. Итак, Рауф Мамедов настраивается на бой. Пора. Начинаем. Я ментально призываю судей все-таки принять волевое решение. Хотя видим, что броновское движение продолжается, зрители и игроки никак не могут занять свои места. Так, ну что. Я не слышу, о чем говорит судья. Сейчас очень громко-громко, но, наверное, игроки уже устали ждать. И нервы перегорают сейчас со страшной силой. Так, последние пылинки надо убрать с доски. И мне кажется, что Володя Белоус отпускает бороду в стиле классиков. Не знаю, мне кажется, для такого молодого человека это еще несколько рановато. Да, похоже, похоже. Вот есть такая манера. Ну, сейчас это не очень современно, но такая, знаете, офицерская щетина, как во время боя. Это нормально. Это очень брутально. Должна помочь в решающий момент. Так, давайте еще немножко подождем. Наберемся терпения. Все бывает в турнирах. Возможно, какие-то неувязки у нас в турнире возникли. Во всяком случае, эта пауза становится, ну, как-то неприлично длинной. Ну, давайте посмотрим крупным планом на фигуры. Лакированные блестящие. И при этом это шахматы электронные, да, потому что под каждым полем находится электронный датчик. Когда ферзя перемещаешь с D1 на D5, то, соответственно, сразу электронная программа подхватывает этот ход и демонстрирует это в эфир. Например, первые где-то 20-25 столиков транслируются в интернете. В интернете, пусть и с задержкой, можно это партии видеть. Более того, все эти партии попадут потом в мегабазы. Их можно будет скачать и посмотреть. Вот. Разумеется, в прямом эфире невозможно оперативно отражать вот в виде ПЖН-базы все партии так, чтобы можно было бы реально сопереживать, болеть. Так или иначе, эта электроника передает ходы порциями. Поэтому всем и каждому рекомендую смотреть наши онлайны, потому что здесь реально в прямом эфире мы можем видеть происходящее, но только на одной доске. Ну все, поехали, слава богу. Итак, смотрим партию Мамедов-Белоус. Так, слон на B5 отправился. Я прошу дать крупным планам доску. Так, Сицилианочка, слон на D7. То есть черные готовы к размену на C6 и собираются взять слоном. C3, ну вот белые собираются захватить центр по полной программе. А6 слон C4. Заметьте, не размен на C6. Там есть такой гамбитный вариант. Разменяли на C6, сыграли D4, невзирая на то, что висит пешка на H3. Слон C4 это маленькая тонкость. Так, слон G4. Ну что, D4. Невзирая на то, что черные могут разменяться на F3, белые захватывают центр. Дело в том, что на слон бьет F3 можно сыграть и даже ферз F3 с жертвой пешки, а можно сыграть GF. Дело в том, что сдвоение пешек здесь не имеет такого же большого значения. Ну вот, Володя задумался. Конечно, очень важно в Блице преподнести сюрприз первому. Это отнимает у соперника несколько секунд. Заметьте, уже полминуты, кстати говоря, фора в пользу Мамедова. Где-то угрожает ход ферз B3 с двойным ударом на F7 и на B7. Ну, E6 первое, что напрашивается. Ну что ж, размен на F3, теперь E6. Ну что, может быть D5? Может быть сразу попытаться взорвать центр? Хотя, мне кажется, что у белых по-любому, в любом случае, приличная позиция. Можно сыграть конь C3, F4 и E5. То есть, собственно, сдвоение пешек не должно здесь смущать сильно Рауфа. Ну, у черных одна, но очень простая задача. Развиться. Слон E7, 2-0. Вот о чем они мечтают. Смотрите, и Рауф задумался. Вообще, человек, который так быстро играет слон C4, должен был быть готов к этому. Ну, наверное, пытается сейчас Рауф вспомнить, что же здесь у него было дома заготовлено. Конечно, сейчас теория разрослась настолько, что удержать в памяти все ключевые дебютные варианты безумно сложно. И в конце тяжелого трудового дня кое-что может вылететь из головы. Но сыграл все-таки D5 и слон идет на B3. Так, теперь белые собираются пробить на E6 много раз. А и другая идея еще сыграть F3-F4. Не знаю, не знаю. Может быть, побить на D5? F4. Любопытно. И если конь D7, может быть, вообще E5 врубить и потом на D5 взять фигурой. Знаете, тревожная ситуация для черных. Так можно вообще не выйти из дебюта. Так, что же делать? Конь C6, тогда ED и конь E7. Ну, тогда слон C8 никогда не выйдет в бой. Не знаю, просто может случиться миниатюра. Специально для учебников. Да, E5. Очень мощно. Очень бодро играет Рофф Мамедов. И может действительно просто выиграть партию сразу. Я не вижу спасения за черных. D, E, F, E. Конь E4 взяли на D5. Конец E4 там спасти практически невозможно. Да. Взяли, взяли. Ну, взял на E5. Конь E4. И что? На слон бьет D5. Наверное, коня на C5 придется отводить. Ну, там просто ферзь F3, видимо, может прикончить черных. Очень быстро. Пункт F7 подвисает. Так, какие еще есть идеи? Либо ферзь D5, либо слон D5. Ладья E4, мне кажется, это слишком уж романтично. Ну, возьмем на E4. Ничего страшного. Да, слон D5. И, видимо, конь C5 надо отступать. Что делать? Ну, не жертвовать же коня на F2. Мне кажется, это все... Там ради одного шаха все будет делаться. Мне кажется, это несерьезно. Конь C5 надо отступать. Фигуру отдавать нельзя. Ясно, что для Володи сейчас наступил уже час икс. Вот прямо сейчас. Может быть, позиции уже проиграны. А может быть, еще находится какой-то трюк. Найдется какой-то трюк, который позволит спастись. Так, ну давайте поищем форсированное продолжение. Ферзь F3, конь E6 есть какой-то ход. Тогда, правда, слон бьет B7. Там еще все пешки скушаем и на C6 шах выдадим. Мне кажется, ферзь F3 достаточно большая неприятность для черных. B4, я не уверен. Здесь конь E6 есть ход. Конь E6 и на B4 будет подвисать в перспективе. Вот теперь на слон B7 я бы слон B4 просто... А, слон B4, ферзь A4, шах. Там слон зевается. Видимо, и так тоже плохо для черных. Размен, размен. И что делать? Теперь, если ладья B8, то слон C6. Там под мельницу мы попадаем. Ладья D8. Ой-ой-ой, какая противная позиция у черных. Так, ну на слон C6 король E7 есть ход. Как это не смешно выглядит, но, может быть, черные держатся таким образом. Как ни странно. Вы знаете, там пешка на E5 подвисает в итоге. Если разменяться на D8, побить на A6, тогда черные успевают съесть на B4. Все-таки у белых не будет двух связанных проходных. Они, конечно, останутся без пешки, но жизнь все-таки продолжится. Хотя назвать эту жизнь долго и счастливой я не решусь. Скорее всего, все-таки в техническом плане это должна быть выигранная позиция. Рауф думает и ищет наиболее четкое решение. Не знаю, я бы побил на D8, побил слон B6 и попробовал бы просто реализовать эту пешку. Рауф, конечно, ищет чего-то большего. Взял. Ну, король D8 надо, конечно, взять и потом попытаться откушать пешки. Ага. Ну, таким образом форсирует игру Белоус. Дело в том, что на король D8 еще ход А3 заслужил внимания, чтобы потом взять на A6. И все-таки получить пару проходных. Ну, теперь у белых нормальная, здоровая, лишняя пешка. Надо играть, наверное, слон B2. Потихонечку развивать. Слон D2? Вот это любопытно. Ну, хорошо, пешку E5 Рауф не зевает. Дело в том, что в случае размены на D2, там по вертикали E будет, конечно же, связка. Слон C5. Опять угрожает конь E5. Шах. Король E7. Слон G5. Король E6. Да, вот такая вот бодрая, бодрый выход короля в центр. Конь C3. Фантастика. Фантастика. Зачем же надо отдавать, зачем же надо отдавать центральную важнейшую пешку? Возможно, Рауф издалека хотел сыграть F2 и F4, но заметил, что она связана. Не знаю, не знаю. Как сказал известный персонаж, не согласный я. Причем с обоими. Ну, здесь, мне кажется, короля F7 можно сыграть. И, мне кажется, худший для черных. Может быть, G5, кстати. Прекрасный ход. Чтобы F4 вообще не было. Правда, на слон G5, ладья G8 есть такая маленькая неприятность со стороны черных. Кстати, может продолжить вариант? F4. Слон G5, ладья G8, F4. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот в этом же направлении думает и Рауф. Ну, тогда H6. Тогда конь D5. Вы знаете, конь D5 там будет. Вот это да. Ну, 10 секунд осталось у Белоуса. И он просто предпочел сыграть покрепче. Слон H4, пешка на F6 может пасть. Ой-ой-ой, зевнул фигуру просто. Ну, Володя, ну что ж ты делаешь-то? Ну, кто ж так... Кто же это делает? Смотрите, удачно зевнул, кстати. Теперь можно съесть фигуру. Нет, ну, все-таки по материалу слишком мало остается черных. Дым рассеялся. Черных осталось слишком мало. Ну, две лишние пешки. К тому же слон гораздо сильнее слона в этой позиции. Я думаю, что здесь Рауф без каких-то колебаний должен довести эту партию до победы. Нет, ну, такое не держится. Конечно, в жизни бывает всякое, но не такое. Последняя надежда на коня. Конь должен прыгать и нападать. А вот какая-нибудь вилка случится. Ну, вот видите, последнюю черную пешку доедают. Это просто горе. Одна из них еще ползет в ферзи. А6, А7. Нет, ну, это все понятно. Мамедов выходит в этом противостоянии вперед и получает огромные шансы на медали. Так, ну что? Ладья Д6. Конь Ф7. Ну, если конь выйдет на Е5, какая-то иллюзия возникнет, да? Ну, А7 просто. А7 и ладья Б8. Матовых угроз не будет. Так, 3-2-1. Да, просрочил время, сдался. Сдался Белоус. Итак, Рофф одержал победу. Она абсолютно заслуженная. Ну, просто с дебюта схватил соперника и не отпустил. Ну, давайте, пока они расставляют, переключимся на Сергея Жигалка. Там, видимо, уже началась вторая партия. Я не знаю, как закончилась первая. Перед этим туром мы озаботились тем, как же все-таки узнать результат всех партий. Ну, я надеюсь, что гонцы принесут вести с турнирных полей. Давайте посмотрим, как Сергей Жигалка играет. Так, не знаю, честно говоря, что это был за дебют. Жигалка играет белыми и черными играет у нас Савченко. Ладья Д1. Поддавливают белые. Очень серьезно, потому что по вертикали Д. Смотрите, какое давление. Конь на Д7 дрожит и гнется. А если он уйдет, то пешка С5 рухнет. Давление очень серьезное. Борису Савченко сейчас надо проявить весь свой талант. Ну, ферзь С7, наверное, как-то аккуратно. А он ферзь Б6 играет. Так, минуточку. Минуточку. Здесь, наверное, пока черные не создали угрозу рокировать. Но пока, видимо, собираются взять на Б5 один раз. Так, как-то надо усилить на наступление. Так. Справа и в челюсть вроде рановато. Да, я имею в виду жертву на Д7. Но что-то надо сделать. Может быть, слон Ж5 какой-то ход. Слон С6. Ну, так ферз С6. Это вроде бы не страшно. Ага. Усилил давление на пункт С5. Я, правда, не вижу прямого опровержения хода ладья. А, нет. На ладья А4, ладья С5 сыграем и дадим мат на Д8. Так, что же делать? Ладья Д8. Вот как раз укрепляется. Укрепляется Савченко. Ну, между прочим, достаточно резонно сыграл. Слон С5. Ай, браво. Выясняется, что он не укрепился, а подставился. Наоборот. Вот ладья на Д8, видите, слабая. Нет взятия на С5. Да, значит, все зевнул. Значит, все зевнул. Не исключено, кстати, что и не было спасения. То есть, очень уж черные подставились, подвесились. И теперь, конечно, у белых и лишняя пешка, и, скорее всего, решающая атака. Ну, что, может быть, с Горин пешку на А4 съесть? Я уж не знаю, что порекомендовать черным. Ну, там просто слон бьет Б4. Сохранили лишнюю пешку. Черные рокировать, видимо, не смогут. В общем, в данной ситуации Жигалка не должен упустить своего. Ферз А4 побил. Ферз А4 побил. Ну, что, слон бьет Б4 надо, да, сыграть? Может быть, там конь С6. Вы знаете, я думаю, вот какая идея. Конь С6 и ладья на Д8 будет защищена. Потом этот конь с Д7 сможет отпрыгнуть. Ну, между прочим, белые холодно сыграют слон А3. Все равно черный король окажется отсечен. И рокировки не будет. Да, Сергей так и поступает. В общем-то, вполне очевидные ходы. Но когда играешь за доской, по неволе перепроверяешь себя. Это вполне нормально. Особенно в ситуации, когда цена хода исключительно велика. Слон А3. Слон А3 это первое, что напрашивается. Может быть, есть и более жесткое какое-то решение позиции. Но, может быть, оно и не нужно. Так, Сергей, не надо надолго задумываться. Здесь сопернику надо решать какие-то проблемы. Ну, слон А3 сыграл. Потратил 15 секунд. Ну, хорошо. Есть еще какой-то запас. Так, Борис, что же будем делать? Может быть, Е5 и конь Д4. Вот как-то так попытаться все перекрыть. Нет, конь Е5 играет. Нападает на белого ферзя. Так, ну что, как у нас насчет комбинаций волшебных? Так, ферзь Д8, конь Д8. Нет, вроде там мата нет. Конь Е5, ладья Д2. Тоже вроде сразу ничего не происходит. Но, может быть, просто отойти ферзем. Скажем, на Е2. Вот не надо комбинировать там, где это не является необходимостью. Не стоит играть слишком умно. Здесь достаточно такое простое практичное решение надо принять. Ферзь Е2. И все будет нормально. Сережа, ну как же ты тратишь время? Ну, невозможно же смотреть на это без нервов. Оставь нам хоть немножко нервных клеток на старость, а? Они же не восстанавливаются, как известно. Медики нам говорят. На, яй-яй-яй-яй-яй. 40 секунд уже. Сережа, соберись. Но вот этот ход можно было сделать ровно за одну секунду. Зачем он потратил так много времени? Я не понимаю. Ферзь Ф3. Так, ну что, ладья Д1. Вообще, на самом деле, просто ферзь бьет Д1. Я думаю, дает большой громадный перевес в окончании. Но ладья Д1 это самое, конечно, принципиальное. Так и ферзь Д3. Вот важно ладью на Д1 не зимнуть. У черных сохраняется одна, но очень болезненная проблема. Ладья с Аш8 никак не выходит. Ферзь С2. Ну, вы знаете, еще раз повторяю, и в окончании, конечно, у белых будет большой перевес. Но, во всяком случае, черный не получит мат. Король Ф1. Так. Размен на Д3. И, наверное, просто король Д7. А, король Д7, конь Е2. Там можно вторую пешку потерять. Конь С2. Куда ж ты маленький, а? Ну, наверное, разменять этого злобного слона. А слон-то уходит. Смотрите. Видите, белый держит черного короля вот в этой петле. В этой тугой петле. Ладья С3. Так. Минуточку. Конь Е1. Вот это фантастика. Ну, если с конем на 1 можно играть в шахматы, тогда, ну, значит, совсем уже... Что такое? Б4. А если слон бьет Б4, там ладья С8. Да? Там дело в том, что угрожает ладья С8, и черные без ладьи могли остаться. Фантастика. Фантастика. Что вытворяет Савченко? Это похоже на цирковой номер какой-то. Так. Если слон бьет Б4, тогда ладья С7. Пренеприятнейший шах. Пренеприятнейший. Король Е8. Вот что приходится делать, да? Шах, шах. Ну и пешка Б прошла. Ой, что ж ты делаешь, Сережа? Три секунды. Б5. Б5 сыграй. Так. Напал на коня. Напал на коня. Конь С2. Конь Б3. Б5. Б5. Пешку гони вперед. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ну, слон бьет Б4, наверное. Слон бьет Б4, тогда ладья Б7, видимо, побеждает. Так. Конь Д2. Конь С4. Нападать. Вот это правильно делает Савченко. Важно нападать. Шах. И взял наш 7. Взял наш 7. Так. Ну, по-прежнему позиция выигранная. После конь Д6, конечно, меня смущает, что пешка на Б5 теряется. Вы знаете, в этой позиции ничего еще не ясно. Просрочил время, время-жигалка. Ну, что ж ты делаешь, Сергей? Ну, вот это настоящее горе. Это горе. Просто в абсолютно выигранной позиции. Ну, играй ты пободрее. Ну, что ж такое. Ну, Савченко, конечно, молодец. Подсветнут какие-то невероятными трюками. Конь прошел через А1. Вы подумайте. Прошел через А1. И черные не проиграли эту партию. Я просто не могу поверить. Но это близ, дорогие друзья. Именно за это мы любим эти партии. Потому что всегда до самой последней секунды еще ничего не решено. Так. Рауф Мамедов у нас, если сейчас выиграет, наверное, партия... Закончится чемпионат именно к его выгоде. Так. Смотрим, что... Да. Сейчас у него, как минимум, ему гарантировано лишнее качество. Дело в том, что ладья на G3 связана. Конь идет на F3. Ладья на G1 с матом. Да. Я думаю, что Белоус просто-напросто сдастся. Угрожает мат два хода. Конь F3. Ладья G1 мат. Сейчас мы... На наших глазах мы видим рождение чемпиона. Рауф Мамедов побеждает и во второй партии. Да. Белоус сдался. И, судя по всему, Мамедов становится чемпионом. Ну, надо поблагодарить Жигалко за то, что он дал большую надежду, но в итоге все-таки не выдержал. В итоге правят бал люди, которые более рационально тратят время. Так как Жигалко играть в Блиц все-таки не рекомендуется. В конце концов, на висячем флажке что-то происходит. Мы видим, как расстроился Владимир Белоус. У него были шансы на медали, но не срослось. Давайте узнаем, как закончилась пара Бортник-Рязанцев. Дорогие друзья, вот от нее все зависит. Если Бортник также выиграл два раза, тогда может случиться дележ первого места. Кстати, я не знаю, как закончилась первая партия Савченко против Жигалко. Если Савченко выиграл, то и он тоже догонит Рауфа Мамедова. Вот я жду сейчас гонца из турнирного зала. Как закончилась первая партия у Савченко? От этого зависит судьба первого места. Савченко две выиграл? Фантастика. Итак, дорогие друзья, уже является фактом, что первое место у нас делят Борис Савченко и Рауф Мамедов. Я требую переигровки. Не согласен ни на какие дополнительные показатели. Пусть бойцы сами определят, кто сильнейший. Дележ, так или иначе, кто-то должен стать чемпионом. Денежные призы не имеют никакого значения. Это чемпионат Европы. Мы должны определить чемпиона. Откровенно говоря, денежные призы здесь довольно слабенькие. Первый приз 2000 евро, второй приз 1000. По нынешним временам для профессионалов это, конечно, призы очень низкие. Вот, но мне кажется, титул здесь важнее. Так, я, кстати, подскажите мне из зрительного зала, это чью партию-то мы смотрим? Кто это здесь сражается? А, это Борис Савченко играет против Завена Андреасяна. И кажется, ходом конь G5 он выигрывает качество. Да, сдается Андреасян. И Грачев у нас... Он на пол очка отставал от лидеров. Может быть, еще впишется в медали. Так, я держу эфир, дорогие друзья. Мы не заканчиваем нашу трансляцию. Подождем, посмотрим. Очень важно понять, кто стал чемпионом. Судя по всему, переигровки у нас не будет за первое место. А жаль. Вот как было бы хорошо сейчас увидеть матч Савченко-Мамедов. Ну, например, Армагеддон. Да, вот решающую партию. Когда белым дается лишняя минута, но они обязаны побеждать. А черных устраивает ничья. Я думаю, это было бы хорошим финальным аккордом нашего чемпионата. Что касается дополнительных показателей, мне кажется, что они должны быть в пользу Рауфа Мамедова. По одной простой причине. Именно он все время шел в лидерах. Да, дополнительные показатели посчитать сейчас нереально. Итак, вот мне Анна Буртасова прислала. Итак, Мамедов выиграл 2-0 у Белауса. Савченко выиграл 2-0 у Жигалка. Именно эти два шахматиста делят первое и второе место. Кто-то из них золотой призер, кто-то серебряный. Бортник проиграл Рязанцеву полочка на полтора очка. Так что совершенно очевидно, что бронзовым призером у нас, дорогие друзья, станет Александр Рязанцев. Вопрос только в том, кто завоюет золото. Спасибо, Анна. Ну, давайте последние кадры этого чемпионата. Еще раз напоминаю, завтра, дорогие друзья, в 10 часов и по московскому, и по минскому времени начнется чемпионат Европы по быстрым шахматам. С контролем 15 минут на партию и 10 секунд добавления на ход. Сейчас мы наш репортаж завершаем. Я поздравляю всех победителей. И Мамедова, и Савченко, и Рязанцева, и Жигалка за блестящую игру. Ну, в последнем туре всем повести не могло. Сергей Жигалка все равно проявил себя настоящим мужчином, хорошим бойцом. И этот чемпионат он может занести себе в актив. А я с вами прощаюсь. До новой встречи, то есть до завтра. Спасибо.